Влияние эмоциональных факторов на выбор профессии в подростковом возрасте. Такую тему для своей исследовательской работы сочинка Ангелина Джеккаева выбрала, чтобы помочь себе и своим сверстникам определиться с будущей профессией. Я пришла к выводу, что эмоции влияют на выбор будущей профессии у подростков. Вот есть социальный тип личности по методике Голланда. Для него предпочтительные профессии связаны с общением, обслуживанием людей. Так как у меня переходный возраст от 12 до 13 лет, мои интересы еще не определены, и я не подхожу ни к одному типу личностей. В целом на так называемой очной защите в важности своих открытий членов жюри убеждали 99 школьников. Будет отобрано порядка 30-40 работ, которые в свою очередь более детально будут изучаться, и уже из этих претендентов будет избрано 10 лауреатов, которые поют защищать Краснодарский край в город Москва в апреле месяце. Всем желаем удачи, это первые шаги в науку, и очень надеемся, что для детей это станет настоящим жизненным ориентиром, быть всегда в науке, быть на передовой. Конкурс Вернацкого в Сочи проводится в пятый раз, а своими корнями уходит в 93-й год. Все это время педагоги школ и центров дополнительного образования повышают мотивацию детей к исследованиям, развивают их творческий интерес в области фундаментальных наук. Общая же задача взрослых – смотивировать ребят на продолжение образования в сфере науки. Будущее за теми, кто сегодня погружается в науку. Будущее за теми, кто сегодня занимается робототехникой, какими-то новыми направлениями, которыми действительно будет ознаменовано самое ближайшее будущее человечества. Поэтому вы молодцы, вы в авангарде. Наградят лауреатов и объявят состав краевой команды для участия в 23-м всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ имени Вернацкого уже завтра, 26 февраля.